Петр Волощенко, боец вооруженных сил Украины с нами на связи. Петр, очень рады вас видеть. Добрый вечер. Стоун. Хорошо. Рады вас видеть, действительно. Я хочу вас спросить, вот я оттолкнусь от фразы, Юра, ты тогда продолжишь. Наша коллега сказала в материале, что начнется война на истощение. Не знаю, мне кажется, что мы уже несколько раз озвучивали и предоставляли аналитику и экспертизу о том, что она уже началась. У вас хотим спросить, как у бойца вооруженных сил Украины, из того, что вы знаете, из того, что можете озвучивать в прямом эфире, а эта война на истощение, она еще не началась? Как вам сказать? Значит, я могу сказать, вот даже по анализу буквально крайних нескольких суток, то, что добавились цифры убитых русских, это правда, и даже, возможно, их и больше, потому что сейчас они пошли просто валами людскими. Что я могу отметить? Почему-то, непонятно почему, они не используют в полной мере свою ствольную артиллерию, но очень-очень много используют передвижных минометов. Может быть, такая тактика у них сейчас появилась? Минометов много. Петр, а можно я у вас уточню? Вы сказали, что они вот просто повально. Из того, что вы видите, если можете проанализировать, это те, кого мобилизовали после 21 сентября прошлого года, или это все-таки уже и представители регулярной армии Российской Федерации? Ну, я понимаю, что, возможно, это не всегда можно идентифицировать, но все же. Ну, я вам сейчас скажу, в большинстве случаев это те, которых мобилизовали уже. Потому что в некоторой степени есть, скажем, сектора, где они абсолютно своих не забирают. Какой у них там лозунг, вы знаете, да? Своих не бросают. Так вот, они своих бросают. Притом не только там двухсотыми, но и трехсотыми. Сейчас они начали подбирать. Возможно, это какой-то другой, появился у них там приказ внутренний и наружный. Но, скорее всего, я думаю, это работают вагнера. Здесь по бахмутскому направлению, именно конкретно где мы, работают вагнера. Возможно, у них с этим связано, что они забирают своих, стараются забирать. Но это единичные случаи. Они просто людьми разбрасываются. Это, я не знаю, как это даже применить в слове, чтобы нас поняли люди. Но это люди совершенно другие. Это нерегулярная армия. Потом, как они ведут огонь, вот я отвечаю на ваш вопрос теперь. Потом, как они ведут огонь, даже с этих минометов и с огневых средств. Они просто лупят по городу. Они просто лупят в направлении. Их там скорректируют, и они лупят в направлении. У них нет военной, знаете, вот этой точности какой-то, как хотелось бы для них. Они просто насыпают, и у них боеприпасов именно вот этого калибра небольшого достаточно. Но ствольная артиллерия почему-то не используется. Вот это тот факт, который сейчас важен для нас. Петр, а говоря о тактике, если вы можете об этом говорить, да, вот вы уже обозначили, как действует противник. Но ранее говорилось о том, что они используют вот такие огневые валы. А сейчас говорят, что делают акцент на вот этих небольших группах, которые пытаются пробиться. Так вот эти небольшие группы, как раз и есть вот это пушечное мясо, вот эти новонабранные, новомобилизованные. Или это действует вагнера, которые пытаются таким образом ослабить украинские войска? Я думаю, с вами в некоторой степени соглашусь, что здесь действуют в большей степени вагнера. И они кидают, ну вагнера вагнерам рознь, а так уже мы так начали их различать уже, где, кто из них. А в чем, а в чем? Потому что пушечное мясо, вы сказали абсолютно правильно, они бросают сюда пушечное мясо. Они этим пушечным мясом пытаются подсветить наши позиции. Мы постоянно перемещаемся, меняем дислокации, меняем огневые, и они за нами пытаются гнаться, но мы воюем умнее, наша армия воюет умнее. Вот в чем разница между ЗСУ и теми силами, как они себя называют, объединенными, правильно я говорю? Объединенные силы у них, с кем они объединены, ну люди совершенно какой-то сброд. То есть вы же знаете, откуда набирают вагнера, и как они туда вербуются, и каким образом попадают туда эти люди. И единственная проблема с ними сейчас, это их очень много. Больше проблем... Сегодня обсуждали материал Financial Times, это пять уроков для всего мира, да, в связи с войной, которую ведет Российская Федерация против Украины. И все-таки там один тезис был, который, ну он не новый, это тезис, что качество все-таки важнее количества. Это, если мы говорим о боевой единице на поле боя, и моя любимая фраза, которую я всегда для себя выписала с 21 сентября, что человек с повесткой еще не означает качественная боевая единица, на самом деле, да. Да, и нехватка там личностном составе и младших все-таки, и лейтенантов и так далее для Российской Федерации показала свои результаты. Мы сейчас тогда в продолжение того, что с вами обсуждаем, и, кстати, очень благодарны, что немножко так детали сейчас поговорили. Вот конкретно, да, потому что, когда говорим с военными экспертом, я более говорим все-таки, ну, не как на поле боя, а вот с вами сейчас говорим о конкретных таких вот вещах и о том, как действует Российская Федерация. Хотя я даже не знаю, как назвать эту тактику. Тактики, как таковой, нету. Идем, вперед, в бой, а далее, как уже будет? Вот такая тактика, очень удивительная, на самом деле. Такое, скажу вам детально, вот у них появилась, выработалась такая тактика, непонятно, ну, может быть, и ясная, они начали больше кидаться, именно кидаться в атаки ночью, днем, казалось бы, у них преимущество, они видят всех наших, нас меньше, якобы, по их мнению, но идут ночью. Вот и вся тактика у них, идти ночью, зачем, непонятно, гибнут, они там тысячами уже, их валяется здесь, уже, извините за такой язык, скажу, ну, просто на поле, как какашек, понимаете? То есть, и никто их не забирает. Вот это проблема у них, этой армии. Да, это вот точно. Это о том, что вот своих не бросаем, да, вот как раз оно абсолютно о другом говорит ситуация на фронте и на поле боя. Петр, хотели бы с вами еще обсудить вот такую историю. Бахмутское направление, Авдеевское, да, они остаются одними из самых горячих точек сейчас. Да, мы понимаем, что есть и Запорожье, есть и Херсонская область и так далее, вот, но в целом о Бахмуте. Интересную статью опубликовало издание Ройтерса, оно говорится о том, вот почему враг так одержим именно этим населенным пунктом. Вот интересно от вас узнать, что вы думаете по этому поводу. Так вот, Ройтерс, ссылаясь на представителя Белого дома, пишет о том, что Пригожин, да, вот этот главный музыкант, да, он просто заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в районе Бахмута. Там расположено Артемовское соляное месторождение площадью 179 квадратных километров и самое крупное в Европе. Но вот скажите, как вы оцениваете вот такой вариант, что Пригожину, ПВК Вагнер нужны просто деньги для того, чтобы, ну, отбивать вообще свое существование, ну, и как-то, я не знаю, там, грабить, мародерить. Вот все в деньгах, и там уже не важно, сколько людей там, знаете, погибнет. — Абсолютно с вами согласен. Речь только о материальном выгоде. Вы посмотрите на этого повара. Лицо не обезображено интеллектом. О каких тактиках, о каких стратегиях развития будущего России, в которой он живет, можно по нем сказать. У него одна тактика. Ему нужно захватить территории, потому что, ну, уголь, Донецкая область, ну, за 8 лет, вы, в принципе, понимаете, что там ему неинтересно. Ему вот интересно Артем Соль, ему интересно вот это стратегическое. — Захватив этот плацдарм, именно денежный этот плацдарм, он сможет себя как-то обозначивать в мировом рынке в Соли той же, понимаете? Потому да, вы все правильно говорите, только деньги. И им не важно, сколько пойдет сейчас ресурсов, и в основном человеческих ресурсов, и тех же денежных, на достижение этой цели. Вот вы правильно все сказали, я полностью вас в этом слове поддерживаю. Они лезут за деньгами, на сундук. Понимаете? Мне сегодня, Петр, понравилось вот этот, несмотря на войну, ну, что нужно отдать должное нам, украинцам, и военные всегда тоже это подтверждают. Я думаю, что вы тоже поддержите. Смеяться иногда надо, потому что без этого мы просто все сойдем с ума, это абсолютная правда. Мне очень понравилась вот эта фраза. Не могу понять, зачем так российская армия пытается взять Бахмут, если по утверждению Путина, да, вот, населенный пункт Бахмут, если по утверждениям Путина, она борется с НАТО, да, вот, казалось бы. А тут такой камень прикновения стал Бахмут. И продолжают это делать, но, как бы, ситуация вот так вот, она развивается, и видим, что вооруженные силы Украины, силы обороны продолжают, скажем так, оборонять. Я должна была уточнить, почему Бахмут, потому что там, ну, борется с НАТО в Украине, да, а НАТО еще не присоединялось, ну, если вот так, напрямую. А от Бахмута там несколько десятков километров к Нью-Йорку. До Нью-Йорка, к Нью-Йорку, к Нью-Йорку, да, да, спасибо, что ты добавил, видишь, как хорошо. Которые им рассказали, что там НАТО, все, по телевизору, они верят только телевизору. Казах, если вы НАТО, они все там, и все туда, понимаете, на сундук. Потому вот и весь ответ. А, Петр, у вас хотел бы еще спросить, очень интересный такой пост сделал секретарь СНБ Алексей Данилов на своей странице в Фейсбук. Да, он говорит о том, что вот мировое сообщество поменяло свое отношение к войне в Украине, что, понятно, отразилось и на поставках вооружений. Он говорит о разных этапах, он говорит о том, что вот для начала нам думали вообще просто давать вот эти НЛО и Стингеры и Дживелины, потому что думали, что россияне зайдут, и мы будем все партизанить. И вот делался акцент именно вот на эти вооружения. Второй этап, это оборудительно-контрнаступательная война, это гаубицы, вот эти три топора М777, Хаймар, Сау-Цезарь и другие вооружения, да. Вот, и дальше, третий этап, это вот благодаря последним поставкам вооружений, а мы уже говорили о бронетранспортерах, Бастион, бронемашина, МХ-10РС или колесные танки, ЗРК Патриот, это вот этап, который называется наступление Украины. А вот после наступления ВСУ начнется четвертый этап, война справедливости и расплаты. Расплаты. Петр, что вы скажете вот по поводу вот этого разграничения на разных этапах, ну по-разному можно их там фиксировать, да, или вот даты называть, или ожидаемые даты того, что будет происходить. Вот хотелось бы последние два этапа от вас услышать, как вы оцениваете, да, это вот наступление, ждем Мардеры, ждем Бастионы, ждем вот эти колесные танки. И вот интересно, что вы думаете по поводу вот этой войны справедливости и расплаты. Ну, в принципе, секретарь был в некой степени прав, потому что на каждый этап войны мы получали то вооружение, которое соответствовало тому этапу. Скажем так, если бы нам дали вот третью или четвертую часть на первом этапе, мы бы просто не смогли всю эту освоить технику и использовать на все 100% их эффективность. Потому сначала были подручные материалы, дживелины, НЛО, там, байрактары те же работали в какой-то степени. Сейчас война поменялась, и война стала более тяжелой, и война стала более тактической. И в этой войне наша армия проявляет себя наилучшее качество, очень быстро учится, и многие парни прошли обучение, вы же знаете, в Британии, в Германии и в других странах НАТО. И возвращаются сюда уже достаточно неплохими специалистами. И потому подошел этап, вот тот, который вы сказали, вот этот этап третий, когда нам дадут уже технику колесную, с которой можно наступать, с которой можно врага обходить, и которой можно врага опережать. Они просто будут не успевать за нашими ребятами, которые будут их штурмовать. Поэтому я считаю, что этап очень правильный, и этап подходит вовремя. Хотя, все же хотят, дайте все и сразу. Знаете такую фразу? Но все и сразу, ну, это как на стол подать все блюда сразу, все накинутся на торт. И что будет с этого, понимаете? Поэтому я считаю, что все делается правильно. Руководство у нас, государство абсолютно делает правильные шаги. Да, они не так быстро, как бы хотелось, и нашим парням, и мне, в частности, здесь бы хотелось видеть больше техники, и больше огневой поддержки, и корректировки. Но оно заходит, как заходит уже, мы с этим это все понимаем. А вот про четвертый этап, абсолютно правильный этап, потому что допускалась многим ошибка, не добивая и не уравнивая до конца уже всю эту проблему. А ее оставляли в таком состоянии, знаете, вот полумести, если вы про это там пишете, что полностью, хотелось бы раз и навсегда поставить жирную точку, чтобы Россия не угрожала больше не только Украине, но и странам наших союзников. То есть, а это Польша, это Чехия, это Германия, Франция, все, которые нам помогают. Чтобы повар, я извиняюсь, не угрожал кувалде. Вы знаете, да, тот случай, когда он кувалду выслал. Потом Рогозин выслал осколок с пятой точки. Ну, они ведут себя абсолютно как бескультурные люди. Потому надо раз и навсегда поставить эту точку, я считаю. И Данилов абсолютно в этом прав. Его поддерживают все абсолютно и люди Украины, и те, которые помогают, и те, которые в этой тематике. Они абсолютно поддерживают эту тему, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. И все будут жить нормально, развиваться и расстраиваться, учиться детей рожать. То есть, давать им будущее. Я считаю, что в Украине очень большое будущее с Европейским Союзом. Я считаю, нужно заканчивать эту войну только нашей победой. Вот так я считаю. Петр, тут с вами, ну, я думаю, что никто даже спорить не будет абсолютно. Вы правы. Но вопрос в том, знаете, какой должна быть эта победа. Ну, для нас это понятно, это выход на международно признанные границы. Но какой должна быть эта точка для России, чтобы она в дальнейшем не создавала угроз? Вот это, по-моему, очень большой вопрос, на который сейчас многие наши партнеры пытаются найти ответ. Потому что для них это будущее, ну так, расписано неравномерно. И в плане угроз, и в плане того, не будет ли дальнейший процесс, который так или иначе будет переживать Российская Федерация. А некоторые уже предполагают, что там и пахнет и распадом, и какой-то атомизацией, или отделением определенных частей субъектов Российской Федерации. Вот что вы скажете по этому поводу? О точке, которая поставит крест на угрозах со стороны нынешней России. Вот я вам скажу, это самый сложный вопрос, который вообще может быть поставлен не только мне, но и людям, которые руководящие занимают должность. Вы сказали всему Евросоюзу и всему цивилизованному обществу, что делать дальше, что будет дальше. Потому что с такой стороны, как Россия, нельзя так просто шутить или нельзя так просто их недооценивать. Вы правильно говорите. Но как поставить эту точку? Может быть, все-таки дело приведет к тому, что там поменяется все-таки правительство, и придут нормальные, вменяемые люди, которые будут смотреть в будущее этой оставшейся России. Ну, оставшейся именно. А так, конечно, ее разорвут на мелкие, и не только мелкие, но, как говорится, федерации. И где вот Пригожин неплохо, кстати, уже это видит. Вы же понимаете, про что я говорю. Он очень стал публичным, везде ездит, везде себя обозначает. Он спит и видит, как разорвать потом эту страну с ее ресурсами, и что вырвать оттуда. То есть это серьезная проблема, на которую вопрос мы получим, ну, может быть, будет уже более-менее видно после зимней кампании, весенней. Вот летом уже будет более-менее видно, что вообще дальше ждать. Сейчас на этот вопрос, я не думаю, что вам кто-то внятно, четко, и взяв на себя хоть какой-то малейший процент ответственности, ответит какой-нибудь ответ вообще-то. Поэтому я тоже не знаю, как вам сказать, что будет дальше. В данный этап нам нужно выстоять, мы выстояли, и теперь нужно их выдавить на границе 91-го года. Вот вся задача, которая стоит перед всем мировым сообществом, в частности, нашими партнерами и союзниками. Для этого они и с нами все вместе. Это задача номер один на сейчас, и мы вам благодарны. И вам, Петр, за то, что вы непосредственно принимаете в этом и участие в этих боевых действиях. Огромная благодарность, рады будем вас видеть, опять же, в наших эфирах, хотя понимаем, это будет происходить по возможности и по мере того, как вы сможете выходить с нами на прямую связь. Петр Волощенко, боец вооруженных сил Украины, был с нами на связи.